Традиционная пресс-конференция, которую глава администрации Харцизка Александр Левченко обычно проводит для журналистов в местных СМИ по вторникам, сегодня началась с приятной новости. Ремонт дороги между поселками Горная и Зуевка наконец-то завершен. Неделю назад в бригаде коммунального предприятия Дорожное ремонтно-строительное управление была поставлена задача заменить на этом участке дороги, согласно смете, 5250 квадратных метров старого разбитого асфальта. На все работы коммунальщикам отвели срок – одну неделю, и дорожники сумели уложиться в столь ограниченные временные рамки. Сегодня по дороге ведущий от поселка Горная до Зуевки любо-дорого проехать. На месте широких и глубоких выбоин, трепавших нервы и кошельки водителей, сейчас положенный укатан слой нового асфальта. Теперь время поездки из Харцизка в Зуевку занимает считанные минуты. Закончено 100% в полном объеме то, что запланирована дорога на Зуевку, между Горными и Зуевками. То, что начали во втором квартале, мы закончили в третьем. Выполнено 5250 метров квадратных работ на сумму 5 миллионов рублей. То есть, если кто проезжал по этой дороге, ну это, конечно, уже небо из земля. До Зуевки можно теперь смело ездить и отдыхать. То есть, наконец-то, за многие десятки лет эта дорога приведена в порядок. Я думаю, нареканий теперь и на транспортное сообщение между Харцизками и Зуевками не будет, поскольку перевозчик мотивировал частые срывы поломкой транспортных средств из-за плохого состояния дорожного полотна. Ну вот мы проехались вчера на Зуевку, я вам скажу, 13 минут от администрации города и до моста. Бригада ДРСУ свою работу выполнила. Восстановила разбитый участок дорожного полотна. Теперь, говорит Александр Левченко, дело за малым – навести порядок на обочинах дороги. Благоустройством займется баланс-содержатель этой территории – Харцизское коммунальное предприятие «Стимул». Следующим этапом это будет наведение порядка в плане обрезки деревьев. Необходимо будет убрать бордюрный камень на определенном участке. То есть это паросль там повырастала. То есть привести дорогу в нормальное состояние для того, чтобы она была безопасна для проезда. Поскольку там есть повороты, близкорастущие деревья к обочине, они затрудняют обзор и, соответственно, ухудшают безопасность. Поэтому эти работы – это следующий этап. Всего в третьем квартале на дорожные работы в Большом Харцизке из бюджета было выделено 12,5 миллионов рублей, из которых по полтора миллиона освоили Иловайск из Угрес, где также удалось восстановить наиболее проблемные участки городских дорог. Продолжение следует...